В начале лета бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко обещал привести в порядок поселок Российский. Мы приехали на место посмотреть, что же изменилось за эти несколько месяцев. Мы находимся на улице Ратной Славы. Вот посмотрите состояние улицы после дождя. Местные жители жалуются, что здесь просто невозможно пройти, а про уличное освещение они уже давно забыли. Именно на этой улице мэрия Краснодара обещала установить сети уличного освещения. Но, как мы видим, до сих пор нет никаких фонарей. Как дождь пойдет, невозможно пройти даже. Даже и не думают ремонтировать. Хотя бы засыпали щебенкой. Вообще нет освещения. Вообще. Идешь в темнота. Прямо страшно ходить. Мы находимся на пересечении улиц Римникская и Ратной Славы. Вот посмотрите, уличного освещения нормального нет. Дороги. Проехать здесь сможет, наверное, только джип. Машины просто застревают, буксуют. Поворачиваемся в ту сторону. Вот у нас мусорка, которая не убирается по несколько месяцев. Ничего не меняется абсолютно. Как оцениваете состояние дорог в поселке? Что-то делается, ремонтируется? Честно говоря, ничего не видно. То есть, как вы видите, улица Ратной Славы в таком состоянии. А на Тепличной долго, правда, делали дорогу. Но сделали, люди пользуются. Машины едут. Какие улицы самые проблемные в плане дорог? Ратной Славы и улица Очаковская. Какие улицы в поселке самые проблемные? Для нас ратные наши. Ратные? А еще какие? Вот где ходишь, там и плохо. Вот эта улица самая проблемная. Неужели об этом надо спрашивать? Вот что интересно, Тепличную сделали улицу, да? А все остальные, как будто люди здесь не живут. А остальные, смотрите, люди, это же, это же тут, как говорится, источник заразы. Немножко тепло летом, люди живут здесь. Всякого рода эти летают и сжалят. Может, тем более еще, если запустят сюда, тут народ вообще пойдет в упадок. Согласно отчетам мэрии, в апреле был выполнен ремонт гравийного покрытия проезжей части от улицы Заводовского по улице Тверской. Вот мы сейчас как раз находимся на улице Тверской, но дорога ничем не засыпана. Здесь огромные ямы, соответственно, после дождя большие лужи, машины буквально тонут. Местные жители говорят, что здесь ничего не менялось. Вот там вот вдалеке где-то лежит гравийка, но ничего ей не засыпано. Я уезжала в конце апреля, и вот только сегодня ночью приехала, и абсолютно ничего не изменилось. Были лужи, в которых тонули просто машины. Вот перед вами она есть. Ничего не изменилось абсолютно. Грязь. Вот, посмотрите на мои ноги. Все, другого ничего нельзя сказать. Я не могу выпустить ребенка, у меня ребенок сейчас подрос, я не могу его выпустить погулять, потому что, чтобы мне его взять на руки, вот, ноги от ребенка, только в коляске. Все. Поэтому нет, ничего не изменилось, и я даже не помню, чтобы эту лужу засыпали. Из плюсов по улице Второй Тверской все-таки сделан нормальный, хороший асфальт. Однако тротуар на Второй Тверской оставляет желать лучшего. Он сделан, но совершенно не заасфальтирован, и мамочкам с колясками будет достаточно сложно здесь передвигаться. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, давно здесь начали строить тротуар? Нет, не так давно. Недавно. Когда? Ну, может быть, месяца, месяцев пять назад. И его до сих пор не заасфальтировали за пять месяцев? Да. Вы думаете, мэрия собирается дальше продолжать по нему работу, или вот в таком состоянии это и останется? Надеюсь, что, конечно же, в скором времени сделают все здесь, потому что уже невозможно ходить, сюда ноги грязные. На третий квартал текущего года был запланирован ремонт гравийного покрытия по улице Очаковская. Но, как мы видим, проезжая часть в печальном состоянии находится. Опять же, ямы на дорогах, лужи. Никакого ремонта здесь, судя по всему, не было. Здравствуйте. Я вас жду. Ну, вы подскажите, пожалуйста, проводился какой-то ремонт вот этой дороги? Нет. Вот здесь, в створе улицы Баррикадная, от улицы Комарова до улицы Ратной Славы должен быть тротуар. Но, как видим, никаких тротуаров здесь нет. Люди идут прямо по дороге, по грязи, вон на ту сторону. Бывает, иногда асфальтируют, ну, засыпают, трамбовывают, но все равно после дождей все машины проезжают и дорога разбивается. То есть, вы ходите вот прямо по дороге, никакого тротуара здесь нет? Ну, конечно, вот пытались настелить, но жильцы скидывались и что-то делали, но все равно с погодой все размывается и разбивается. Ну, и чтобы дойти, там, нужно, не знаю, бахилы одевать или какие-то сапоги. Ну, нормально, в принципе. То есть, жильцы сами скидывались? Да, скидывались, и кто-то вот взял инициативу и прожили дорожку. Потом начали здесь, ну, какие-то ремонтные работы, и все опять разломалось. И, в общем, как есть.